Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы продемонстрируем вам, как произвести оффлайн программирование и обновление прошивки на команд NTG 2.5. Это модели V211, ML164, ну и еще некоторые модели. Включаем зажигание, включаем команд, заходим в инженерное меню. Нажимаем клавиши положить трубку 6 и звездочку. Удерживаем до появления инженерного меню. Дальше заходим и просматриваем ваши инденты, то есть номер прошивки, версию прошивки, год. Вставляем диск телематик, обязательно вставляем в первый слот CD-чейнджеры. Ни второй, ни третий, обязательно диск должен быть вставлен в первый слот. Диск телематик нужно заранее скачать образ и записать на диск его. Или обратиться к дилерам и купить у них этот диск для вашего автора. Запускаем в центре, выбираем вашу машину, в данном случае 211 у нас Mercedes. В кузове 211, E-класс. Заходим в диагностику. Запускаем. Нажимаем клавишу F2 и ждем, пока подключится у нас. Заходим в блоки управления, информация и связь. Аудио, видео, навигация и телематика. То есть выбираем наш команд. Нажимаем клавишу F2 и ждем подключения. Предупреждение всевозможное, что несу эти руки куда не надо. Для избежания поражения током. Выбираем команд наш, АПС. Подключаемся к нему. Выбираем кодирование блока управления. Программирование блока управления. Повторяю, что все это мы делаем в версии 16. Здесь показывает, что нужно ставить диск телематик обязательно. Без него никаких обновлений и прошивки вашего блока не будет. В данном случае Command. Убираем оффлайн обновления. Так как онлайн в этой версии не работает и не будет работать. Здесь показывает, какие у нас аддоны установлены. Нажимаем F2, продолжить и ждем. Программа считывает. Коммон. Еще раз нажимаем F2. Вот появились наши обновления. Программа определила, что для нашего Command нужны обновления. И загружаются. В данном случае показывает, какие исправления будут сделаны при прошивке данного команд. Здесь видно номер диска телематика и номера прошивок. Целая куча исправлений, как вы видите в конце видео. Мы обязательно оставим все эти исправления. Вы можете почитать, что там куча-кучень. Выбиваем причину программирования. Любую здесь можно указать. Выбираете там одну галочку, несколько. Ну и запускается дальше обновление. Здесь в правом окошке видно, что в центре у вас уже ничего не будет происходить. А на самом команде экранчик вам будет показывать, что запустилось обновление. И пошло обновление блоков. Там не один блок будет обновляться. И мост будет обновляться. И телефон, возможно, будет обновляться. Там зависит от версии у вас. Что у вас установлено и подключено к этому команду в комплектации GPS. Ждем окончания обновления. Где-то в среднем это занимает до 30 минут. После перезагрузится. Произойдет сброс настроек. И уже в конце вы увидите, что система перезагрузилась. И можно там уже делать кодирование. Выставлять язык или еще что-то. Здесь, как я и обещал, что здесь показаны все пункты, в которых происходит обновление изменений. На этом мы заканчиваем наше видео. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Спасибо за внимание.